Ёсь, вот мы только что вернулись из центра Садова, и ты даже нас не встречаешь. Вот как лежал, так и не двигаешься с места, да? Тебе вот не стыдно, Ёсь? А? Не стыдно? Нет. Ну ладно, лежи. Всем привет! Меня зовут Елена Бахладная, и вы на канале Ангелия Моим Глазами. Сегодня такое солнце у нас, ну попеременно опять же, то оно есть, то его нет. И вот сейчас пока как раз снимаю видео для вас, да, такое прям солнце, прямо тух. И на самом деле очень тепло. А мы собрались на Медоместри, на тайственное загадочное убийство. В предыдущем видео я говорила о том, что я подарила Колину ваучер на как раз вот на такое загадочное убийство. На вечер с этим загадочным убийством. И все подобно рассказала. Некоторые девушки написали в комментариях, что как же так, как такое возможно на день рождения и вдруг убийство, что это так не положено и так далее. Ну смотрите, давайте порассуждаем. Например, что если Колин у меня поклонник детективного жанра? Что если ему нравятся детективы? Что если, например, вместо того, чтобы пойти вот в этот отель, на эту игру самую, я, допустим, покупаю билет в кинотеатр и приглашаю его в кино, и мы идем как раз вот на загадочное убийство. Либо мы идем в театр, и мы идем на какое-то представление, где как раз разыгрывается сцена убийства. Ну детектив. Что если, допустим, я дарю ему, поскольку он любитель детектива, что если я ему дарю, допустим, книгу детектив, и он с удовольствием ее читает? Что если он вообще любит вот такие вот развлечения? Как вот вам такой, такие версии? Наверное, не надо понимать буквально, да, потому что там будет разыгрываться сценка просто, да, будет ужин из трех блюд, мы все там будем сидеть и будем вот как раз ломать головы над тем, что там произошло. Вот, поэтому сегодня вот как раз буквально через два часа мы будем собираться и пойдем посмотрим. Многие из вас спрашивают про мою маму, как она, куда она делась и что там с ней происходит. Все у нее хорошо, у девушки все прекрасно. Единственное, что ни я, ни она не можем друг к другу приехать, потому что я занята своим делами, а она, видимо, занята своими. Но она приезжает на следующей неделе со своей семьей, с Кеном. Приезжает дочь Кена, ее муж и Кена внучка. То есть вот их пять человек, они приезжают. Поэтому на следующей неделе мы здесь будем все готовить к их приезду, будем все убирать, потому что у нас здесь, в городе, состоится большое мероприятие, к которому мы готовимся, которое дает мэр города, да, вот. И, соответственно, работает такой специальный комитет волонтерский, в который я тоже вхожу. Мы организовываем вот это как раз мероприятие. Поэтому они приезжают издалека, другие приезжают из Оксфордшира, наши друзья. Вот как раз Сара и Крис, с которыми мы жили в одной деревне до того, как переехали сюда. Они приезжают, и еще одна пара тоже приезжает из других городов. Поэтому думаю, что все будет хорошо. Но все равно, тем не менее, вот Несса такая легкая, такое волнение все равно присутствует, конечно. Приезжают в пятницу, и в воскресенье вот как раз уедут, то есть буквально на уикенд. Я не уверена, будет ли у нас с мамой возможность сделать какое-то видео очередное, но их приезд я, конечно, сниму, там какие-то, может быть, моменты. Мои мероприятия, конечно, снимать не будут, у меня не будет никакой камеры в руке. Вручу это кому-то другому, возможно, маму попрошу. Сегодня мы ездили в садовый центр, и хочу вам показать, что мы там приобрели. Нет? Холин, нет? Да, огурцами приехали в другой garden center. Представляете, так далеко поехали. Лобелия. А-а-а. Лобелия, мы любим ее. Мы купили такие горшки, вот как раз для них Коля набирает сейчас цветы, посадит потом. Ой, смотрите, какие маленькие, малюсики прям такие вот. И вот для них, кстати, такие корзиночки. Но они кажутся большими, на самом деле они очень маленькие. Я просто увеличила. Коль вот набирает сейчас тоже. What do you want? Ой, ну здесь рай прям для садоводов. Так много всего. Но цены, конечно, тоже приличные, хочу сказать. Чего только нет. И деревья, и кустарники. Вот, смотрите. Шемрок в Даденте. 21 фунт. О, мне нравятся вот эти вот такие яркие цвета. Ранункулос. Вот они 8 фунтов стоят, не так дорого. Желтые, оранжевые, розовые. Смотрите, какая прелесть. Какие красивые бутоны. А вот какой красивый яркий цвет, красный. Великолепный прям. Как маки. Купили уже бочку. Ой, look at them. They're so beautiful. From frosted low temperatures. You see, protect. Yeah, I would like to. Beautiful. Мы сегодня по-быстрому. Долго не задерживаемся нигде. Купили то, что нам нужно. И сразу на кассу. Потому что у нас, как я уже сказала в начале видео, сегодня вечер мероприятия. Любим мы этот садовый центр. Находится он от нас в получасе езды. Но сегодня у нас нет времени. А так, конечно, мы сюда любим приезжать и делать какие-то закупки. Смотрите, трава не кошная уже сколько времени. Потому что у нас дождь, ветер, дождь, ветер. И вот земля, знаете, такая вот как губка. Поэтому не можем покосить траву. Но здесь все растет. Не очень ухоженно, потому что не можем ничего сделать. Но, в принципе, все зацветает. Монятины глазки побитые. И вот азалия. Пойдемте в теплицу. Помните, я показывала в одном из маленьких видео из своих шотов, как Колин купил просаду, томаты. И вот сейчас показываю, что он с ними сделал. Видите, уже посадил в горшки. В прошлый раз он сажал прямо в почву. А в этот раз, видите, горшками отделался. Сделал вот такие вот вьюные палки. Так, здесь у нас, это вот у нас фуксия. Она с прошлого года у нас, видите. Очень хорошо. Так, что у нас здесь? Давайте посмотрим. Это у нас кориандр. Кориандр это чай, чеснок, чесночок перья. Ну, это вот клубничка, редиска. Ровными рядами клубника опять для меня. И помните, мы покупали вот такие вот горшочки. А, нет, наверное, я их не показывала. Вот сейчас эти горшочки мы повесим на забор. И вот сегодня купили мы, видите, фуксию. Сурфинию какую-то. Я не знаю, что это за сурфиния. Наконец-то купили огурцы, которые Колин хотел. И вот это тоже подводят горшочки. Вот две гераньки. Лобилия. Она очень красиво спадает вниз. Перцы чили. И вот такие вот новые растения, цветы Ранункулус. Ну, наверное, есть какое-то другое название. Не знаю, посмотрю я. Написано, что они не для холода. Вот. Они распространяются 25 на 25. Вот. И написано на полном солнце. Но у нас полного солнца нет. Поэтому посмотрим, как они у нас приживутся. Вот такие красивые. И вот этот цвет, конечно, прям очень такой насыщенный. Яркий. Желтый. Очень красивый. Вот. Так что у нас все идет своим чередом. Вот. Показала вам наши новинки садовые. Надеемся, что у нас будет скоро хорошая погода. И мы все это будем сажать. Ну, будет сажать Колина. Я буду наблюдать, подметать. Где-то там что-то убирать. Потому что у меня, наверное, не зеленые ручки. Да. Не как у мамы. Потому что я пробовала сажать. Хотя вот, знаете, я сажала несколько цветов. У нас в городе. У нас там есть такой отряд зеленых ручек. Я вместе с ними тоже. И у нас образовалась такая хорошая аллейка с цветами. И я там тоже приложила свои вот ручки. Еще знаете, что хочу сказать? Что на канале есть видео, которые длятся не только 8, 10, 15 минут. А еще есть те, которые называются шоц. Шоц – это буквально видео на одну минуту. И снимаются они телефоном. И снимаются они в вертикальном вот таком положении. Вот. И эти шоты у меня тоже есть. Я просто знаю, что не все мои подписчики, ну или даже гости моей странички смотрят их. Поэтому, может быть, вы не знаете, где они находятся. Они находятся во вкладке «Шоц». Вот. Поэтому, когда вы будете делать обзор моей страницы, то посмотрите там. Туда я тоже выкладываю вот такие вот одноминутные ролики. Еще хочу сказать, что подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылку на него я оставлю прямо под этим видео. А сегодня... На сегодня у меня все. Всем до свидания. Всем пока. Всех была вас рада видеть. Увидимся позже. Субтитры сделал DimaTorzok